Моя тема – это особенности применения одного из новых антиагрегантов, который в мире существует уже давно, а в нашу страну пришел совсем недавно, и мы, в общем-то, должны осваивать основные правила его практического использования. Это мой конфликт интересов. Но вот так выглядит схема антитромботического лечения больных с острым коронарным синдромом. И мы на сегодня остановимся на одном из фрагментов. Это больные, не нуждающиеся в длительном применении высоких доз антикоагулянтов, у них используются два антиагреганта в сочетании аспирином с клопидогрелом, просугрелом или тикагрилором. Вот один из этих фрагментов мы сегодня, собственно говоря, рассмотрим более подробно. Если говорить о двойной антиагрегатной терапии, то сочетание, вы знаете, аспирина с просугрелом тикагрилором, эффективнее сочетание аспирина с клопидогрелом, но показано не всем больным, а определенным категориям в определенных клинических ситуациях. То есть область применения этих двух самых эффективных опций, ну, она охватывает не весь спектр больных с острым коронарным синдромом. В частности, просугрел – это лекарство для больных, которым выполнено коронарное стентирование. Шире он не изучен, и, собственно говоря, он и должен применяться только у этих больных. Ну, все началось достаточно давно, 2007 год, было представлено результаты исследований Тритон. Здесь разные больные с острым коронарным синдромом, которым выполнено коронарное стентирование. Вот использование просугрел у таких больных в добавлении к аспирину вместо сочетания аспирина с клопидогрелом привело к дополнительному снижению сосудистой смерти инфаркта и инсультов в совокупности за счет предотвращения в основном несмертельных инфарктов миокарда и за счет существенного снижения риска тромбоза стентов у стентированных больных. Если посмотреть на то, как расходились эти кривые, то вы видите, что эффект был достигнут уже в первые три дня фактически существенной, а потом кривые продолжали расходиться еще на протяжении вплоть до полутора лет наблюдения, то есть был как ранний эффект, так и более отсроченный. Это совокупность неблагоприятных исходов, а это инфаркты миокарда, фактически один из основных эффектов. Тоже они снижались на просугреле в сравнении с клопидогрелом очень быстро, но и дальше, если вы посмотрите, кривые продолжают расходиться с 30 дня вплоть до полутора лет. То есть есть и отдаленная польза при использовании просугрела вместе с клопидогрела. Вот это все больные практически были стентированы, предотвращение неблагоприятного тромбоза стентов. Вы видите, очень быстрый эффект на все типы стентов, но для голометаллических стентов вроде в отдаленной перспективе уже такого существенного влияния нет, но эти стенты редко тромбируются, а для стентов, выделяющих лекарства в отдаленной перспективе просугрел оказался лучше, чем клопидогрел. Правда, надо понимать, что это 2007 год, уже опубликованы результаты, то есть это не современные типы стентов, это вот стенты в основном первого поколения с достаточной степенью тромбогенности. Очень интересно, все-таки нам интересно, ну вот инфаркт. Мы знаем, что инфаркты бывают разные патогенетические варианты, и здесь было проанализировано типы инфарктов миокарда. Вот первый тип это тромботический, а четвертый тип это все, что связано с тромбозом стентов. Да, тромбозы стентов предупреждаются, предупреждаются рано, но отдаленный эффект, в общем-то, по крайней мере, на инфаркты уже практически отсутствует. Но посмотрите вот так называемые спонтанные инфаркты первого типа, связанные с коронарным тромбозом, с разрывом новых атеросклеротических бляшек. Просугрел лучше клопедогрела, и этот эффект нарастает на протяжении всего периода наблюдения. То есть мы, конечно, говорим, что просугрел можно использовать только у больных, подвергнутых коронарному стентированию, но его эффекты гораздо шире, чем профилактика тромбоза стента. Он предупреждает и тромботические осложнения, и прогрессирующего коронарного атеросклероза, как и все другие антиагреганты. И делает это лучше, чем клопедогрел. Не только в ближайшей, но и в отдаленной перспективе. Ну, если посмотреть еще глубже внутрь инфарктов, то предупреждаются как небольшие относительно инфаркты, так и более крупные инфаркты миокарда, связанные, в частности, с существенным повышением МБКФК. То есть это большие уже объемы некроза, и вот таких инфарктов с большим объемом некроза намного меньше будет на просугреле в сочетании с аспирином, чем клопедогрел. Кроме того, если все-таки, несмотря на терапию, развилось какое-то ишемическое событие, инфаркт миокарда, инсульт, то лучше такому больному продолжить просугрел, чем использовать клопедогрел. Вы видите, следующие события все-таки на просугреле будут существенно реже возникать, чем если у таких больных с уже развившимся осложнением использовать клопедогрел. Вроде все очень хорошо. Набор доказательств в пользу просугрела по сравнению с клопедогрелом достаточно впечатляющий. Если бы не было обратной стороны медали, вы знаете, что любое утяжеление, усиление антитромботической терапии сопряжено с риском кровотечений. Нам, кому вынуждено с этим мириться, Дмитрий Александрович уже много об этом рассказывал, важно, чтобы польза была больше риска, чтобы риск был приемлемым. И мы ожидали больше все-таки больному помочь, чем навредить. С точки зрения просугрела увеличился риск кровотечения, не связанных с коронарным шунтированием, но увеличивались в том числе тяжелые кровотечения, правда, они встречались крайне редко, и особенно увеличивались кровотечения, связанные с операцией коронарного шунтирования. Но здесь надо быть очень аккуратным. Он просугрел длительно действующее лекарство, и в повседневной практике надо понимать, что если больной его принимал, и мы хотим ему сделать коронарное шунтирование, надо отступить несколько лишних дней по сравнению с другими препаратами этой группы, для того, чтобы этот риск уменьшился. Но даже в таком общем виде польза все равно оказалась больше риска. Вот вы видите, вот так снижалась общая частота неблагоприятных исходов, и несмотря на рост кровотечений в отдаленной перспективе, все равно вот эта совокупная польза, когда все плохое, и смерть, и инфаркт, и инсульт, и крупное кровотечение, все равно польза преобладала у просугрелых. Хотя, конечно, кровотечение тоже создавали дополнительную клиническую проблему. После того, как это исследование закончилось, стали разбираться, а за счет каких групп больных все-таки чаще возникают кровотечения, оказалось, что это больные с инсультом, транзиторной ишемической атакой в анамнезе. Это вошло в противопоказание, это противопоказание к использованию просугрела. Это больные с возрастом 75 лет и старше, с массой тела меньше 60 кг. У этих больных просугрел на сегодняшний день использовать не рекомендуется, а если мы все-таки такое решение приняли, то стандартная доза поддерживающая уменьшается в два раза. У остальных больных без этих факторов риска представляется, что кровотечений на просугреле было особо не больше, чем на клопидогреле. То есть он был, в общем-то, достаточно безопасным. Что называется, вот это все было получено уже после окончания исследования, но напрямую вошло в клинические рекомендации. Если мы посмотрим на рекомендации, в частности, по двойной антитромбоцитарной терапии, мы увидим, что просугрел острый коронарный синдром, коронарное стентирование, группа больных, у которых это можно использовать, если нет высокого риска угрожающих жизни кровотечений, других противопоказаний, ну и, соответственно, противопоказания, ограничения. Вот все сюда попали из того опыта, который я вам только что показывал. Есть две особые группы больных, где от просугрела можно ожидать большей пользы. Это больные с острым коронарным синдромом, с подъемом сегмента СТ, у которых в основном выполняется первичное чрезкожное коронарное вмешательство, первичное стентирование. У этих больных такое чувство, что польза была больше риска, по крайней мере, в первые 30 суток даже смертность у них была ниже, без существенного роста частоты кровотечений. В отдаленной перспективе у таких больных, ну вот, кровотечения стали подрастать, особенно связанные с теми, у кого проводили коронарные шунтирования. Опять же, надо понимать, что препарат надо отменить заранее. Кроме того, это больные с сахарным диабетом. Оказалось, что польза просугрела существенно больше у больных с сахарным диабетом, чем в среднем в исследовании, и у больных с сахарным диабетом не росло число крупных кровотечений. Соответственно, ну вот эти две такие группы, у которых этот препарат представлялся наиболее перспективным. Повседневная врачебная практика, там, где уже учли эти результаты, где стали убирать группы больных с неприемлемо высоким риском кровотечений, ну, по крайней мере, в таком приближении показали, что просугрел может давать выживаемость лучше, чем клопидогрела, и просугрел может конкурировать с тикогрелором за выживаемость. И была тенденция, что она лучше на просугреле, чем на тикогрелоре. Но это повседневная жизнь, это нерандомизированные сравнения. По крайней мере, она говорит о том, что просугрел в повседневной жизни, по крайней мере, достаточно безопасным представляется. И вот, что называется, свежие новости с сентября этого года. Запланировали специальное исследование, в котором просугрел напрямую сравнили с клопидогрелом. У больных с острым коронарным синдромом, где учли все особенности применения каждого из этих препаратов, извиняюсь, просугрел, сравнили, конечно, с тикогрелором. Это были больные, которые до того практически ничего не получали в добавлении к аспирину. То есть, P2 или 12 рецепторов они не получали. Если был подъем сегмента СТ, то больным просугрел или тикогрелор давали заранее, до коронарной ангиографии, и в основном после этого ставили стенд. Если это был острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ, тикогрелор назначали заранее, до диагностической коронарной ангиографии, а просугрел давали уже фактически на ангиографическом столе, тогда, когда стало очевидным, что больному будут ставить стенд. То есть, это вот ровно та тактика использования этих двух препаратов, которая на сегодняшний день сложилась, и которая на сегодняшний день присутствует во всех клинических рекомендациях. Следующая особенность этого исследования, то есть, сравнивали не только два препарата, а две тактики, два подхода к их использованию в повседневной врачебной практике. Кроме того, использовали уменьшенную дозу просугрела, у больных 75 лет и старше, с массой тела меньше 60 кг. То есть, это тот опыт, который был уже получен с просугрелом. Соответственно, отслеживали больных по телефону. Ну и что оказалось? Оказалось, что просугрел превзошел тикагрилор, вот в этом выражении, по эффективности. Было меньше смертей, инфарктов миокарда и инсультов за год. Соответственно, это была совершенно неожиданная вещь, никто на это не рассчитывал, думали, все наоборот получится, или хотя бы одинаково. Оказалось, просугрел превзошел тикагрилор. Оказалось, что на просугреле была отчетливая тенденция к тому, что меньше смертей от любых причин. На просугреле тенденция, что меньше инфарктов миокарда, в том числе первого типа. На просугреле отчетливая тенденция, что меньше тромбозов стентов. То есть, вроде бы вот по всем компонентам этой комбинированной конечной точки все было сдвинуто в пользу просугрела. Это преимущество оказалось инфарктом миокарда с подъемом первичного через кожного коронарного вмешательства, ОКС без подъема сегмента СТ. И, конечно, оно касалось только больных, которым поставили стенд в коронарной артерии. То есть речь идет только о стентированных больных. С точки зрения безопасности существенных разниц между просугрелым тикогрилором не было. То есть вот такая история. Как на это реагировать? Сейчас вы с удовольствием сможете наблюдать борьбу гигантов, когда две фирмы-конкуренты будут, одни будут искать достоинства, другие будут искать недостатки. Ну, по крайней мере, можно сказать, что при запланированной тактике раннего инвазивного лечения ОКС, эти данные говорят о превосходстве просугрела над тикогрилором по эффективности и приравной безопасности, что эти же данные косвенно говорят о том, что вот при ОКС без подъема сегмента СТ, очевидно, мы можем отложить, если мы быстро будем вмешиваться в первые сутки делать ангиографию, мы можем отложить назначение второго антиагреганта до того, как была сделана ангиография и будет принято решение, что с больным делать дальше. Вот именно так изучался просугрел, заранее его не давали, какое-то время ждали до коронарной ангиографии, тем не менее он превзошел тикогрилор, который давали заранее. То есть это говорит о том, что очевидно, эта тактика вот заранее нагрузить двумя антиагрегантами больного при ОКС без подъема сегмента СТ на скорой помощи дать, она неправильная, она не приносит дополнительной пользы, и ничего кроме кровотечения мы за ней можем и не увидеть. Соответственно, конечно, у этого исследования были сильные стороны, оно было независимым, была рандомизация, была стратификация, оно было именно таким, как мы поступаем в жизни. У нее есть недостатки, оно открытое, рандомизация конвертами, телефонный контакт было, а не личное наблюдение. Не все выполнены ческожные вмешательства и так далее, и так далее. Можно найти и плюсы, и минусы. Во что это отольется документально, как изменятся рекомендации, ну, поживем, увидим. На сегодняшний день пока реакции как бы экспертного, как у нас любят говорят, сообщества, на это определенной нету, но я имею в виду иностранного, экспертного сообщества. Значит, есть особенности, как использовать этот инструмент, просугрел в лечении больных с острым коронарным синдромом, в добавлении к аспирину, он эффективнее, чем сочетание аспирина с клопидогрелом. Он может использоваться только при коронарном стентировании. Это идеальное лекарство для того, чтобы мы его давали во время или сразу после диагностической коронарной ангиографии, когда уже конкретно будем решать, что этому больному будет ставить стенд. И мало изучен переход с клопидогрела на просугрел, хотя в жизни повседневно это делают, как оказалось, вроде ничего плохого не видят. Ну и вот группа больных. Это прежде всего первичное черезкожное коронарное вмешательство при подъемах СТ, и это ранее инвазивная тактика со стентированием при ОКС без стойких подъемов сегмента СТ. Дозы понятно какие. Основная польза по сравнению с клопидогрелом лучше предупреждает инфаркт и тромбоз стента. И похоже, что то же самое распространяется, может быть, на сравнении с тикогрелором. Эффект нарастает на протяжении полутора лет, кровотечений больше, в целом польза больше риска. Но еще очень важно, по сравнению с тикогрелором нет других побочных эффектов. Принимается один раз в день и нет, в частности, одышки, которая может ограничить использование тикогрелору. Есть ограничения по дозам, но и просугрел не надо использовать в добавлении к пероральным антикоагулянтам, особенно в составе тройной антитромботической терапии. Вот, уважаемые коллеги, это, что называется, портрет нашего нового инструмента, который мы можем уже сегодня повседневно использовать в нашей практике.